Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Андрей Юрьевич Таганов, заместитель начальника Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области. Здравствуйте, Андрей Юрьевич! Здравствуйте, Мария Юрьевич! Сегодня поговорим с вами о защите имущества граждан. Андрей Юрьевич, существует ли статистика по незаконным способам проникновения в жилые помещения на сегодняшний день? Да, конечно, существует. Мы ежедневно на основе тех имущественных преступлений делаем статистику, анализируем ее и понимаем, что если брать период с января по ноябрь, то примерно было совершено 53 квартирной кражи, 43 частных домовладений. Эта статистика ежедневно контролируется, и при заступлении нарядов на суточное дежурство ставится определенная задача для патрулирования криминогенных зон в нашем округе. А вот все-таки куда чаще всего проникают злоумышленники? В квартиры или загородные дома? Как такового, это сезонность. То есть, если мы говорим с вами о осенне-зимне-весеннем периоде, то это загородные движимости. Если мы говорим с вами о летний период, то это квартиры. Но мы же должны понимать, что и загородные движимости, и квартиры, они подвержены преступному посягательству. Что на сегодняшний день может предложить Росгвардия в плане сохранения имущества граждан? Мы, как Одинцовский отдел единственной охраны, рекомендуем первым наперво установить охранную сигнализацию в квартиру или загородную недвижимость. Этим же мы безопасим собственника для предотвращения совершения преступления. То есть, есть некие световые и звуковые оповещатели, которые формируют преступник о том, что дом и квартира находятся под государственной охраной. Андрей Юрьевич, какие средства эффективны для квартиры, а что бы Вы посоветовали для загородной недвижимости? Если мы говорим про квартиры, то помимо охранной сигнализации, которую мы рекомендуем, должна быть входная дверь определенного уровня класса защиты с врезным устройством в нее. Если это квартира первого или последнего этажа, то металлические решетки с запирающим замком с внутренней стороны или система видеонаблюдения. Если мы говорим о загородной недвижимости, то надо подходить более профессионально к безопасности данного имущества. Андрей Юрьевич, если говорить о процентном соотношении, вот все-таки жилой недвижимости больше той, которая под охраной Росгвардии? Или пока рано об этом говорить? Я скажу так, что у нас нет такого понятия квартиры или загородной недвижимости. Есть определенное количество на сегодняшний день Росгвардии по Одинсовскому городскому округу охраняет более 8 тысяч объектов квартир и загородной недвижимости. И процентного соотношения как такового нет. Андрей Юрьевич, как гражданам максимально эффективно сохранить свое имущество? В данном вопросе Мария Юрьевна хотела бы отметить то, что надо заблаговременно задуматься о безопасности своей, а именно установить охрану сигнализации вывода на пульт Росгвардии, рассмотреть вопрос об усилении входной двери, об установке решеток на окнах и в первую очередь задуматься об этом. Куда жителям Подмосковья можно обращаться с вопросами, чтобы поставить сигнализацию в квартире или загородном доме? Существует ли горячая линия? Где можно получить всю подробную информацию? В отделе медицинской охраны существует дежурная служба, в которой можно обратиться в 24-часовом режиме. Дежурный офицер примет гражданина, примет у него заявление и порекомендует, как усилить безопасность его имущества. Насколько быстрая процедура заключения договора с отделом медведомственной охраны и установка сигнализации уже непосредственно в квартире или загородном доме гражданина? При обращении гражданина в отдел медицинской охраны в течение недели делается монтаж сигнализации и подключается на пульт Росгвардии. Впереди нас ждут новогодние праздники. Как правило, многие выезжают за город или езжают на каникулы отдыхать, оставляют свои квартиры. Как обезопасить их, чтобы вы порекомендовали жителям сделать? В период новогодних праздников в основном граждане Одинсовского городского округа либо выезжают на свою загородную недвижимость, где проводят праздничные дни, и там бы рекомендовали рассмотреть вопрос об установке тревожной сигнализации для того, чтобы в случае нападения преступников они могли свое время нажать. И отдел медицинской охраны, экипаж Росгвардии прибыл в кратчайшие сроки на охраняемый объект. А также остается без внимания их квартиры, которые остались в городе, которые также должны граждане задуматься о их безопасности. Но наше подразделение рекомендует установить охранную сигнализацию и сберечь имущество граждан. Андрей Юрьевич, сколько на сегодняшний момент экипажей и сколько заступают на смену? Ежедневно на маршрут патрулирования в городе Одинцово, городе Голицыно, Кубинк и Звенигород заступает 9 мобильных групп задержания. То есть они в постоянном режиме патрулируют улицы и стараются находиться как можно ближе к там, где стоит сигнализация? Или каким образом строится их работа? Группа задержания ежедневно заступает на их маршрут патрулирования. Маршрут патрулирования проходит там, где находится большое количество охранимых объектов. Время прибытия мобильных групп задержания Росгвардии составляет до 15 минут. То есть это с момента поступления сигнала на пульт диспетчера? Да. Ежесуточно по отработанным маршрутам по территории Одинцовского округа курсируют 11 экипажей вне ведомственной охраны Росгвардии. Они патрулируют объекты, находящиеся под охраной. Госучреждения, банки, рестораны, жилые дома. Личный состав со своими обязанностями справляется. Личный состав обеспечен всем необходимым для выполнения своих служебно-боевых задач. Выезжает на каждое тревожное сообщение своевременно. Отрабатывает все согласно своих функциональных обязанностей. Не допускает нарушения каких-либо на объектах. Ну а в случае, если что-то там не так, то задерживает и доставляет в территориальный отдел полиции. В Одинцовском отделе вне ведомственной охраны служат около 400 человек, аттестованные и вольно-наемные сотрудники. Ведь помимо собственно охраны, задачи подразделения входят обеспечение антитеррористической защищенности объектов, разработка их паспортов, проведение учебных тренировок и занятий. Утром и вечером на пульт централизованного наблюдения на Садовой 15 обрушивается шквал звонков. Днем и ночью небольшое затишье, но звонки есть постоянно, поэтому на дежурстве всегда два оператора. Если на пульт управления приходит тревожный сигнал, информацию незамедлительно передают в центр оперативного управления. Дежурный центр всегда на связи. А еще ведется постоянный мониторинг ситуации в округе по камерам, подключенном к системе «Безопасный город» для максимально быстрого реагирования на сигнал тревоги. Группа задержания, рабочие слушно, выходите на связь. Созданная в 1952 году, вневедомственная охрана за свою историю прошла немало реорганизаций. И вот уже пять лет она входит в состав Росгвардии в качестве подразделения, выполняющего особые задачи. Андрей Юрьевич, как Вы общаетесь с гражданами? Проводится ли профилактическая работа? На регулярной основе наши сотрудники выходят в городской округ, а именно город Одинцово, город Звенигород, город Голицыно и проводят агитационно-разъяснительную работу с гражданами. На территории Одинцовского городского округа, а именно в городе Звенигороде, проводится агитационно-разъяснительная работа с гражданами по вопросам охраны их имущества и возможностях вневедомственной охраны Росгвардии России. Росгвардии